Здравствуйте, я Роман Хардиков, и это значит, что мы вновь готовим на мангале. Ребят, я уже даже, наверное, соскучился по вам, по рыбе. Сегодня у нас прекрасная рыба. Это карп. Я не знаю, эта рыба известна, я думаю, ну, по меньшей мере, ну, тысячу лет, да? Ну, вспомните, золотых рыбок, а вот красавица, ну, где золотая рыбка, а где вот этот красавец? Это абсолютно, хотя одна и та же рыба, все это карповые, все это карпы. Китайцы выводили карпов золотых, а вот наши вывели вот такое вот прекрасное создание. Вот эту рыбу мы будем сегодня готовить. Так, ну, все как обычно, в принципе. Смотрим, у меня рыба с головой, мы сегодня будем готовить целиком рыбу. Сейчас посмотрим, хорошо ли она почищена была в магазине. Так, ну, чешуя у зеркального карпа очень большая, поэтому тут, в принципе, нужно... Ну, как обычно, здесь под головой, под плавниками, все, в принципе, все уже нам известно. Уже не один расхожен. Убираем. Тут все, в принципе, быстро, потому что чешуя у него огромная. Рыба выведена. Хотя, я не знаю, выведена или так это случайная мутация. Рыба с такой чешуей. Так, смотрим с другой стороны. Здесь вроде чистенько. Здесь тоже. Так, смотрим. Здесь чисто. Даже на брюшке чисто. Ну, как-то так вот даже прям маленькие-маленькие кусочки попадаются. Чешуи недочищенные. А так, в принципе, все замечательно. Ну, и неудивительно. Рыба-то вон какая большая. Чем крупнее карп, тем крупнее в нем кости. Поэтому я выбрал самого большого. Ну, пожать очень много. Теперь вот не знаю, поместится ли он на мой мангал или нет. Вот придумал такую систему. Ну, будем пробовать. Если не получится, будем пробовать что-нибудь другое. Ладно, продолжаем. Ну, для того, чтобы рыба получилась сочнее, ее, конечно же, нужно замариновать. И тут есть куда фаршировать. Поэтому мы будем пробовать фаршировать сегодня рыбу. Сделаем для карпа маринад. Маринад сегодня у нас такой немного азиатский. Немного уксуса. Хорошего винного. Ну, вернее, даже такой фьюжн получается. Потому что винный уксус это не азия. А вот соевый соус, конечно же, азия. Так, нам нужна какая-то емкость. Возьмем вот эту. Наливаем соевый соус. Винный уксус. Я не думаю, что слишком нужно усложнять этот маринад. Это маринад для того, чтобы просолить нашу рыбку. Рыбка большая, толстая. А нужно успеть, чтобы она просолилась, чтобы она успела просолиться. Чтобы ускорить процесс маринования рыбы, я воспользуюсь одним тайным оружием. Это игла. В любом, в любой аптеке можно купить такую приспособность. Да. Снимаем иголку. Иголка нам не нужна пока. Набираем маринад. Я вот думаю, надо попробовать. Нет, вполне себе. Я думал, будет очень солено, но соевый соус с уксусом дружит очень хорошо. И уксус сбалансировал соевый соус. Так, что-то я лишнее делаю. Пока нам игла не нужна. Я пока пробовал, отвлекся и забыл. Так, набираем. А вот теперь игла нам пригодится. Снимаем. Аккуратненько. Это пока отставляем в сторону. Наверное, выложу я его на доску, чтобы вам было виднее. Так, закрою, чтобы вдруг я случайно не укололся. Вынимаем рыбку. И поехали. Ребята, под углом, да, шпигуем нашего карпа соком. А я уже представляю, как это будет вкусно. Покажу вам с другой стороны, чтобы вам было видно. Все очень просто. Вставляете, чуть-чуть выдавливаете, вынимаете. Чуть-чуть выходит сока, но, ребята, это не страшно. Да, главное, чтобы ренат попал. Это такой экспресс-метод маринования рыбы. Чуть-чуть еще. Чуть-чуть еще. Еще. Будьте аккуратны. Все-таки игла. Чуть-чуть еще. И еще. И еще. И еще. И тут чуть-чуть. С другой стороны, эту операцию нужно повторить. Переворачиваем рыбку. Ох. Маринад. Маринад у нас много получилось. Это хорошо. И повторяем эту же операцию с другой стороны. Смотрите. Раз. Да. Я надеюсь, видно, как рыба прям... Маринад упалдает в рыбу, она поднимается. Раз. Видит. Два. Ну, вытекает немного маринад. Это не страшно. Можно еще вот так вот делать. Да, если... Хочется. Можно... Так как удобно, на самом деле. Это процесс творческий. Как у вас рука пойдет, так и делается. Хвост. И вдоль. Пойдем все здесь. Ну, уже не хочет он. Напитался маринадом. Чуть-чуть осталось. Все. Ну, вот мы и закончили. Маринад немного остался, но это не страшно. Нам же важно, чтобы рыба была вкусная. А не, чтобы весь маринад вместился. Все. Теперь точно отправляем нашего карпа отдыхать. Пусть он маринуется. Пусть он...